так это вот построена хрущевым было так расскажи нам вкратце построена была хрущевым по сути до охотничий домик вот первая комната которая нас встречает это оружейная комната она же гардеробная здесь находилась оружие здесь такая декоративная подставка под оружием хранились вот в том металлическом сейфе здесь же находилась и одежда осталось только правда 7 парадных костюмов несколько пар обуви и последствия эта комната была еще и то оборудована в качестве кабинета леониды ильича брежнева ботиночки у них такие обычные металлежные обувь довольно такая крепкая с хорошим с хорошей кожей да вот с правой стороны это моргийская обувь она использовалась довольно таки хорошо у меня даже подушку уже заменена вот здесь же трофейное чучело горного барана муфдуна находится ну по легенде именно этого муфдуна подстрелил Ильич Брежнев на охота организация охота на горе Роман большей частью конечно всех экспонатов мебели сохранил еще советских времен единственное что заменены обои конечно эти менялись довольно часто не все комнаты доступны для охраны например вот так что с правой стороны там были когда-то комнаты охраны вот за головой впереди стулом закрытая комната это раздаточная комната кухни в здании не было кухня это было отдельное помещение снаружи чтобы не кухни здесь не мешали поэтому снаружи выносили еду сервировали а потом уже выносили в столовую в столовую мы тоже пройдем но через бильярдную комнату ну вот данная комната это бильярдная комната пока готовили еду скажем так с дичи настреленной этой территории время надо было убить интернета не было поэтому надо было чем-то развлекаться поэтому шахматы домино бильярд а прибрежный уже появился здесь домашний кинотеатр да с правой стороны большой экран внизу были колонки но с противоположной стороны находилась киноаппаратура там специальное помещение где она располагалась к сожалению уже нет ну и конечно святая святых всех этих охотничьих домиков это банкетный зал который здесь скромно называется столовой тоже большая часть вся мебель и эти буфеты финские тоже с тех времен сохранилась еще в 60-х годах тоже в охотничьих стиле вырезаны вручную белочки олени косули мраморные столешницы и посуда которая здесь находится тоже еще советского периода в том числе та которая находится на столе сервировочка это завод зулёва выпускал в годы выпуска 1948-1950 года есть конечно и более новые элементы кондиционер тоже совершенно современные в углу находится противоположному вот стоит музыкальный центр радиотехника 1986 года выпуска тоже более новенький замечательные потолки такие отделка деревом среди но это просто дерево натуральное да здесь практически все натуральное дерево никакой пластмассы и тому прочее здесь изначально то не было так а вот это вот это чучело гепарда или кто там снежный барс да но честно говоря кому и когда он был подавлен предполагает леониду даниловичу кучма но точно мы не знаем дело в том что вся информация государственной правительственной даче добрау находится под грехом секретно и так как она вся находилась на подчеркнувшим у хозяйства информации неофициальный очень много Какая лестница? Я так веду. Лестница хорошая. Я бы все думал. Какую же я домик хотел купить? Эту. После дачи Чехова. Да, вот так. Это мы вас купили. Я покажу. Можно это поговорить. Блин, можно здесь, да? Ну, вообще нет. Диван Екатерины. Это тоже экспонат. Как все равно является. Ну, вот впереди комнатка замечательная. Фон зеленый за окном. Просто потому, что уже, скажем так, закрывают, запечатывают здания. Музей на зиму. Ветры очень сильные, холода. Поэтому приходится закрывать, чтобы не помехать. Тоже не отапливается. Терраса замечательная. Правда, вход на нее закрыт. Потому что аварийная крыша на сегодняшний день. Комнатка переговорная. Или чайная комната перед вами. У нее даже обои где-то 70-х годов сохранились. По сегодняшний день добрый. Вот. Хорошие хрустальные люстры. Тоже чешский хрусталь. Замечательный сервиз. Чайный сервиз. Катарина. Немецкого завода. Все хорошо подобрано, скажем так, по стилю. Ну и, конечно, наша советская техника. Вот транзисторный телевизор. Радиолог. С правой стороны. Если ее стукнуть, у нас станет в чайле. Ой, в крапинку. Правда, если ее не стукнуть, она работать не начнет. Но это детали уже. Так. А это вот терраса. Очень красиво здесь. Здесь. по одной простой причине. Народу немного ее пользовало. Поэтому идеальное состояние. Санузлы вообще сказка. Особенно, если представить, что это 60-е годы. Полностью чешские. Чешская плитка. Унитаз компакт. Система ракурный тюльпан. И все 60-х годов. Вы знаете, раньше года выпуска, вы помните, да? Где были вы. Чугунная система эврикадалта. Там пока не дернешь, не польется. Мне летать охота называется. А вот здесь уже все было довольно идеально. Для 60-х годов это очень передовая вещь. Конечно, вот эти вот пластмассовые китайские шторки. А градусник почему висит новый? Туалетные шторки очень умное дело. Я когда-то пыталась мастеру объяснить, что я хочу. Что я хочу. Он так и не понял, что я хочу откидную крышечку с зеркалом, чтобы я могла как письменный его использовать. И можно было бы им пользоваться как туалетным козелом. Ничего не понял. Дубина. Надо было из него и сделать. Так в этих комнатах вот это и вот это с этой стороны. Тут сейчас спец, короче говоря, проживание там. А вот она пока сюда пускает. Так это еще одна спальная комната. Это вторая спальня, но более позднее она оборудование. Это уже... А? Вот это прессованная стружка. Там, конечно, натуральный был начин. Так а Горбачев был на этой даче, да? Ну, и упоминаний пока не было. Хотя, кто может быть. Просто из-за непопулярности Михаила Сергеевича, наверное, не было исследований на эту тему, да? Ну, исследований вообще очень мало, да? То есть нам пока информации большой не дают о том, кто здесь находился. Как отдыхал. Советских времен, наверное. Для прочего это уже наши новые, да. Похолодало, они все передохли. Мы их не снимаем. У меня жена, когда пришлась, вот такая, говорит, ой, у нас у родителей до сих пор такая стеночка стоит. И говорит, а немножко моя буржуевые, хорошо вы жили при советах, не знали их. Да. Так, ну вот мы так. Паркет, по этому паркету Никита Сергеевич пришел, ходил его гостья, Леонид Ильич Брежнев. Вот. Это просто мало трещина пойти по массиву, по массиву дерева. Так, а это каких годов мебель получается? Вот это вот. Мебель точно каких годов мы не знаем. Она отреставрирована. Это где-то в 12-м году, ее уже переделали. Хотя уже все старое осталось, да. А перетяжка мебель. В 12-й год это у нас Виктор Федорович Янукович, это времена. Ну, у нас же в Крыму 12 государственных правительственных дач, да? То есть 11-й там. А с какой госдачи это привезли, если не секрет? Не знаю. Честно говоря. Угу. Поэтому, скажем так, с переднейшей...